Уважаемые москвичи, гости столицы, все те, кто пришел к нам сегодня на начало дней Иркутской области в Москве. Здесь, на территории парка культуры, впервые действует вот такое начало дней какой-либо области. Наверное, потому что мы все очень любим Россию, очень любим Москву и хотели бы, чтобы в нашей стране всегда было благополучие и такая поддержка людей, которая существует у нас в Сибири и в Иркутской области. Мы привезли вам информацию о наших крупных предприятиях, вы познакомьтесь с ними здесь, на этих стендах. Это та продукция, которая очень нужна для России для того, чтобы крепить ее могущество. Мы привезли и народных умельцев, которых вы тоже можете с ними поговорить. Это люди, которые всю жизнь, всю свою душу отдают творчеству, традиционному творчеству сибирских мастеров. И тоже привезли артистов, которые сегодня до 10 вечера будут показывать вам свое искусство. Я хотел сказать всем, кто интересуется нашей жизнью, всем, кто жил у нас в области, сейчас живет в Москве, учится в Москве. Вы имеете полное право гордиться областью. Мы показываем хорошие результаты. Мы помогаем России выходить из этого сложного положения, из кризиса. Мы за прошлый год почти на 6% увеличили производство. И в этом году по всем направлениям мы увеличиваем производство, начиная от самых сложных видов продукции до сельского хозяйства. Мы показываем неплохие результаты по сравнению с многими другими территориями и занимаем первые места. Я думаю, что если вы познакомитесь, вы увидите, что мы приехали к вам с чистым сердцем. Мы приехали, чтобы показать вам, что мы далеко, но страна у нас, Россия большая, огромная, но мы все должны трудиться для ее будущего блага. Я хочу сказать спасибо руководителям, которые сегодня приехали нас поздравить. Мы ощутили, что вы нас ждали, ощутили, что вы нам помогали создать этот праздник. И хотел бы сказать, что это только начало. В этом году мы юбилей будем праздновать здесь, в Москве, весь, практически 2017 год. А затем, я думаю, что мы к вам будем показывать и все то, что мы умеем, научились и в последующие годы. И вы увидите, что Сибирь крепка, могучая, и на нее можно рассчитывать и можно надеяться.